Денис Передонов в студии Денис Передонов в студии вальных танцев Мы поговорим с нашими гостями Разрешите их представить Дмитрий и Инна Чернышевы Руководители отделения танцевального спорта Спортивной школы Мирненского района Здравствуйте Здравствуйте Для начала нашей беседы Расскажите о себе А затем откуда вы приехали И как оказались в Мирном Приехали мы из Москвы Из столицы в столицу Алмазного края По приглашению Танцевального спорта Республики Саха Также президента Людмилы Валерьевны Николаевой Содействия, конечно, Российской Федерации Танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Школы самой Мирненской И администрации города Мирный Вот столько было людей задействовано Чтобы мы сюда приехали И из Москвы, из столицы нашей родины В другую, как вы сказали, алмазную столицу Но не страшно ли было бросать все И приезжать сюда? Ну, конечно, были сомнения Безусловно Но для этого в мае месяце Я приезжала специально сюда На два дня Чтобы познакомиться с школой С руководством Посмотреть условия проживания Для нас это, понимаете, тоже очень важно И после того, как я сюда приехала И вернулась домой Мы обсудили с супругом Но почему-то все были уже уверены Что мы точно сюда приедем То есть они уже говорили Ну, мы вас ждем Я говорю, ну, подождите Нам нужно обсудить Все взвесить Потому что у нас еще ребенок Несовершеннолетний Дочь Которую тоже нужно было Ну, решать проблемы с учебой Она заканчивала 10 класс на тот момент 9-й 9-й, простите, да Вот И у нее были совершенно другие планы На учебу Вот Но мы посовещались с мужем И решили, что сейчас тот момент Когда мы должны быть здесь Потому что так получилось Что руководитель танцевального отделения В спортивной школе увольнялся И дети, которые там занимались Оставались, ну, в общем, совершенно без руководства Да, без тренера Вот И нам рассказали, что здесь была Очень сильная студия раньше Вот И потихонечку так все сошло на нет И руководство Ну, очень бы хотело бы возобновить Все эти занятия Потому что город всегда был танцующий И здесь проводится В декабре Одно из Красивейших мероприятий Триколор Но всегда здесь были только показательные выступления Ребята не принимали участия И очень бы хотелось бы Чтобы ребята тоже поучаствовали В таком значимом событии И, конечно, обязательно это все случится Вот мы немножко поговорили о вашей биографии А вот теперь о биографии профессиональной То есть вы танцевали Танцуете Знакомые мы очень давно С 81-го года В 91-м году Мы связали свои Судьбы узами брака Вот Мы расставались Понятно, что мы танцевали в детстве Вот Встречались У каждого была какая-то своя жизнь личная Вот И я служил в армии Вернулся Вот Мы встретились Решили опять Заниматься танцами Вот Открыли свой клуб в Москве Потом в какой-то момент Да, решили, что просто Инна будет заниматься Все-таки больше детьми и клубом Потому что это большая очень работа А я продолжил свою Деятельность уже В качестве профессионала Ну, с другой партнершей И вот, собственно, с 81-го года Вот Несмотря на Как вы говорите Расставания какие-то Вы, тем не менее, вместе И получается не только вместе Но и танцевали вместе Очень много лет Танцевали много мы в детстве В основном Много лет А после того, как Дмитрий вернулся из армии Мы танцевали, наверное, года три вместе И, как он сказал, что Нет, пять Пять Ну, значит, пять Вот И Ну, достигли определенного уровня В танцевании И Так как у нас был коллектив Коллектив отнимает очень много времени И Ну Понятно, что Дети, родители У нас тогда был Достаточно большой коллектив Не знаю, мне кажется Порядка ста человек Да, порядка ста учеников Вот И А Дмитрий хотел дальше продолжать танцевать И мы разделились Просто я Стала заниматься только тренерской Судейской работой А он продолжал выступать Танцевал он в самом известном в Москве клубе И в России Это русский танцевальный клуб Руководителем Которого Являются И сегодня Виктор Никовский И Лариса Давыдова Вот И, собственно говоря Так мы И действовали Пока Дмитрий не закончил Тоже свою профессиональную деятельность А на тот момент Мы стали заниматься Уже в училище Олимпийского резерва В Москве Там было отделение Танцевального спорта Специально открыто Ну там всего, по-моему Два или три было отделения В Москве И Дмитрию предложили Заниматься Ансамблевой деятельностью Ну ансамбль у нас, да В Москве Это бич То есть вот По городам он есть Да В больших городах Ну как в больших городах Тюмень, Пермь Даже не Ленинград Гачино То есть очень много коллективов Которые В регионах России Существуют ансамбли А вот в Москве Не было На тот момент Когда мы начали Возрождать Это дело 20 лет не было коллектива Вот И На второй год Мы стали Бронзовыми призерами России И на следующий год Мы поехали На чемпионат мира Стали седьмыми То есть сразу за финалом Вот Но так как Есть определенные трудности То есть это прежде всего Конечно финансирование Ансамбля Потому что это 18 человек Плюс запасные пары Две То есть достаточно большой коллектив Люди уже Естественно Занимаются У них взрослые Ну то есть Есть определенные проблемы Которые Особенно для Москвы Ну я не знаю Может много очень соблазнов В Москве Да И люди как-то Учеба Каждый начинает заниматься Своим делом В общем Как бы коллектив По большому счету Не сохранился еще Потому что Потому что Здание пришло В аварийное состояние И просто Школу всю закрыли Интересная история Это ваша такая Спортивная Солидная биография Ну а теперь Возвратимся к танцам Вот бальные танцы Это что Это все-таки танец Или спорт Или это симбиоз И спорт и танец Конечно это и спорт И актерство И искусство Потому что Танцоры Должны быть Как в хорошей Спортивной форме Да Владеть своим телом Также на площадке Они должны быть Артистами И Очень много Значит и Ну какое-то Духотворение Да То есть Настрой Обязательно Какие-то Психологические Моменты Важны для Танцора Ну и конечно Музыка Это всегда Искусство Да Прежде всего Танец Это Движение Под музыку Поэтому мы Всегда слушаем Мы сами Любим слушать музыку Вот Ну и заставляем Конечно Ребят тоже Слушать И понимать Какая музыка Какой у нее характер Что нужно это Показывать в танце То есть выражать Да Через музыку Языком Тела Пластики Выражать Это как в любом Направлении В любом направлении Танц Ну Многие считают Конечно Это как субъективный вид спорта Нравится Не нравится Но есть конечно Определенные Критерии То есть Сейчас Разработана Определенная программа Исполнения Фигур Поэтому Судьи у нас Каждый раз Проходят Квалификационные Сборы Семинары Поэтому Обучаются И я думаю Что Все как-то Должно прийти К какому-то Общему знаменателю Ну Вы говорили Что в мае Были на два дня Сейчас уже октябрь То есть Относительно Недавно Вы здесь У нас в городе Ну Вы уже приступили К занятиям Конечно Да Мы занимаемся Ну Прежде всего Конечно Мы попытались Собрать ребят Которые Занимались До этого Практически Все пришли И вот Я пользуюсь Случаем Приглашаю Всех Кто раньше Занимался Танцами Прийти Возобновить Потому что Мы очень Серьезно Настроены Мы прям Готовы В бой Вот И знаем Что ребята Ну просто Многие Побросали Танцы Не Как бы Не видя Перспективы Вот Сейчас Я вот Рисую Такую перспективу Большую Серьезную Поэтому Приглашаю Всех Кто занимался Ну и Конечно же Приглашаю Новичков Кто хочет Заниматься Да Кто хочет Заниматься У нас Открыт набор С пяти лет Также Мы Сейчас Планируем Набрать И взрослых Тоже Любителей Люди Первый порог С пяти до С пяти До двенадцати Но в принципе Сейчас у нас Нет порога Если человек Занимался Там и четырнадцать И шестнадцать лет Он может прийти И как бы Мы То есть какие-то Аналоги Есть Самое главное Ну и в перспективе Еще и для Взрослых Для взрослых Ну прежде всего Потому что Взрослые Они уже Осознанно И они хотят Потому что Дети не всегда Еще понимают Их ведут Родители Да Вот А взрослые Они как правило Уже хотят И у нас есть Некоторые такие Заявки Ну такие Единичные Да И мы тоже Хотим Пригласить Взрослых Также Заниматься Но еще Пока не решили Просто в каком помещении Возможно Это будет Дом культуры Мы сейчас Ведем переговоры Дворец культуры Да Дворец культуры Да Сейчас Как раз Ведем с руководством Переговоры Возможно Занятия для взрослых Будут именно там Ну а если Я вот хочу Заниматься И прийти К вам в студию Мне нужно С собой Пару приводить Потому что Больные танцы Это парный вид спорта Я думаю Что к вам придут Девушки сразу Было бы неплохо Но тем не менее Партнер в танце В бальном танце Он должен быть постоянным Для того чтобы добиться успеха Там чувствовать друг друга Себя как-то Ну Конечно Чем дольше пара существует На паркете Да Тем она лучше понимает Друг друга И Сейчас немножко ушло Конечно время такое Я немножко так Человек Олдскул Как говорится Да Или кому-нибудь Скасостаровер Поэтому я помню Времена Когда пары танцевали Очень долго На протяжении долгих лет И естественно Это Были Супер пары И Очень поздно Заканчивали танцевать После 30 34 36 42 Но это уже поздно Потому что Балерина 25 лет И все На пенсию Здесь тоже Тяжелый просто труд Потому что За Вот всем То что мы видим За красотой Это стоит Очень Очень большая работа Бывает такое То есть Ну Те кто занимаются Серьезно У них По две тренировки В день Плюс не считая Это может быть еще Хореография Это может быть Растяжка Пластика Йога Физическая подготовка Обязательная То есть Все качества Которые нужны Спортсмену Сила Выносливость Скорость Гибкость Они все Нужны В танцах Но ведь Бальные танцы Можно танцевать И соло Я знаю Да Вот в чем отличие Совершенно верно К сожалению Мальчиков У нас Намного меньше Чем девочек Приходят в танцы Они Ну Как бы Нам не совсем Понятно Потому что Почему-то Есть такое Бытует такое мнение Что мальчики И танцы Что папа Не одобряет Лечение Что папа Совершенно Не мужское занятие Ну Я хочу сказать Даже вот общаясь С женщинами Просто уже Ну имеющих детей Вот Они говорят так Вот я просто На днях слышала Такую фразу Что Мужчины Которые умеют танцевать Они всегда На порядок Выше Лучше Сильнее Элегантнее Ну Обычных Статистических Мужчин Вот Поэтому Я призываю Особенно Пап Не бояться Вести Мальчиков На танцы Потому что У нас Серьезная Спортивная Подготовка Они будут Просто Красивые Элегантные Образованные Молодые Люди И со Здоровым Позвоночником Кстати По поводу Вот Если кто-то Помнит Из слушателей И следил Это Наверное Восьмидесятые Года Состав ЦСКА Московского По хоккею Шайбы Был Такой Ирек Гимаев Вот Сын его Марат Гимаев Чемпион Мира По программе Десяти Танцев Сейчас К сожалению Не уехал Работает США Вот И неоднократный Конечно Чемпион России В европейской Латинамиканской Программе Значит Если есть Выбор Куда отправлять Ребенка Выбор есть Всегда То есть Один из них Это может быть Собственно Бальные танцы И никаких Предрассудков Таких предупреждений Здесь не должно быть И еще один вопрос Как попасть К вам В школу Точнее В отделение Танцевального Спорта Куда нужно Обратиться Ну В основном Обращаются Непосредственно В школу Родители Приходят Там Небольшой Пакет Документов Они заполняют Заявление Потом Просто Еще нужно Будет Справку О том Где учится Ребенок И Что У него Нет Противопоказаний По здоровью Вот Все это Заполняется В школе Приносится В школу И ребенок Уже Направляется К нам В группу Вот Поэтому Сейчас Я просто Хочу сказать Что сейчас Пока еще Ведется Набор На Бюджетное Отделение Хочу отметить Что занятия Бесплатные У детей Но Как только Мы наберем Полноценно Две группы Естественно Набор Нам придется Закрыть Поэтому Я думаю Что Те кто Хочет Ну или По крайней мере Сомневается Им нужно Прийти Просто попробовать Как мы приехали Сказали Что лучше Пробовать И не жалеть Чем не попробовать И потом Жалеть Абсолютно С вами Соглашусь Что такое Бальные танцы Это яркость Страсти Чувственность Которая всегда Будоражит Чувства Собственно Эмоции Зрителей И К сожалению В этом виде спорта Желающих достичь Славы И почетного места На Олимпе Им приходится Не просто Но главное Начать И теперь такая возможность Есть у жителей Мирного А в этом вам Помогут Педагоги Дмитрия Инна Чернышева Руководитель отделения Танцевального спорта Спортивной школы Мирненского района Спасибо Что пришли Спасибо Спасибо